ух друзья смотрите какая красота вечереет на улице уже цвет приобрел видно поэтому видно на камеру давайте вот так сейчас отрежем течет ну песня просто песня красота неописуемая вот будете вот так вот готовить не забудете про покупное мясо колбасу смотрите это она ничего не подлежала вот буквально час-полтора прошло сказка и затрат затраты минимальные зато все натуральное песня вот что такое приготовить обязательно посмотрите весь ролик до конца и напишите обязательно как вы готовите какие есть нюансы я в этом видео постараюсь рассказать о тех нюансах вот этой вкусняшки как я готовил мариновал от вас лайк подписка в группу telegram добавлять и кому кстати нужно будет скидки тоже проходите по ссылочкам все ребят до встречи итак друзья что вот эту вкусняшку сделать нам понадобится соль нитритная пожалуйста соль поваренная перемешал вместе сахар шприц меня медицинский обычный можно купить для мяса нет они лишь смысла соль нитритную продается ребята везде абсолютно даже на маркетплейсе стоит копейки такого мешка хватит я не знаю там на пару лет точно то и больше ну и в принципе у меня здесь грудинка и ребра вот такой вот микс условно скажем такие молодые вот косточки они нам придадут пикантный вкус без них вообще никак также и ребра понадобится вода значит нитритная соль и поваренная соль это у меня 50 на 50 на общий объем с водой два процента также сахар сахар 0 5 процентов от килограмма если взять мои расчеты по моему весу значит это 53 1 грамма соли лишь по 2605 каждый поваренный нитритный сахара 05 это у меня получается 13 грамм все вода 240 миллилитров это 255 грамм все сейчас вот это это растворяем замешиваю и начинаешь притывать сухая сахар соль нитритная соль она нужна нам обязательно она придаст нам вкус ветчинности она придаст шикарный цвет это конечно основное основное она убивает бакулизм и сохраняет надолго наш продукт незаменимый консервант эти все расчеты ребята из технологических карт ссср так что никаких там мер мерных ложечек на глаз туда-сюда делаем все грамотно что было все вкусно полезно и безопасно из опыта вам скажу делать посол на подносе это неправильно неправильно почему потому что это все будет вытекать я вам сейчас на одном куске мяса покажу надо вставить иглу до конца потихонечку потихонечку поднимать и выдавливать вот так вот и равномерно заполняем все наше мясо вот так вот сейчас покажу как делаю я я делаю сразу в контейнере видите рассол начинает вытекать видно же да вот такой контейнер использую прям в нем оставлю и вот в нем вот так вот я солю маленький лайфхак мокрым посолом только ребята перед тем как все это делать мясо моем под проточной водой обязательно протираем полотенцем сухим я использую ватный но не ватные как они тряпочный протер все положил то что не нужно я чуток срезал пленочки всякую ерунду чтобы не затягивать видео сейчас зашприцую вне камеры и вам покажу все зашприцевал вот почему я шприцую теперь в емкости меня контейнер потому что вытекает аэросол остается здесь оставляем на 12 часов минимум я ставлю примерно двое трое суток но не больше трех суток в холодильник при температуре там 5-7 градусов условно это будет достаточно и желательно два раза в день хотя бы раз в день не знаем и все ленивые перевернуть мясо на один бок на другой потому что у нас рассол внутри весь еще вы немного есть чтобы равномерненько все у нас просолилась мясо промариновалось смотрите какой шикарный цвет теперь нам остается только и и подсушить под вялить для этого нам достаточно подвесить ее можно за крючки прям дома неважно там на балконе от раковины чтобы она чуть подсохла и желательно протереть салфеточками сейчас я это сделаю я буду использовать жгут есть перевяжу с бутом или крючочки подвешу вот такими движениями пропитываем со всех сторон убираем лишнюю влагу смотрите а когда закоптим так будет вообще сказка вот так с каждым кусочком посмотрите завязал с петелечку еще красота все можно вешать на крючочек насушила на что угодно смотрите как вязать просто на руку петличку продеваем протягивая и подровняли естественно камеру это всегда не получается вроде получается уж раньше вязать не очень любил меня это было вроде как сложно потом такой вот способ для себя выработал где-то увидел и все жгутом вообще пять минут пять секунд точнее рыбу мясо что угодно все быстро и удобно дальше на конце там петличку вяжите и все никаких сложностей ребята вы не забудьте подписаться поставить лайк это поможет мне и напишите свой рецепт обязательно как пользуетесь вы как коптите какое мясо предпочитаете смотрите два красавца каких песня все я оставляю подвялиться и мы с вами встречаемся на копчении друзья смотрите какая погода сегодня штиль просто штиль коптилочку стоит на месте мясо подвялилась прямо сухое на пальцах ничего не прилипает вот такое оно должно быть уложил фольгу щипу щипы это достаточно больше не надо вставил термощуп в мясо будем поддерживать до 70 самой тушки мяса а и здесь фольгу положил чтобы жир копал принципе все сейчас собираю и запускаемся вот такая конструкция получилась весь поддон снизу поддон по чипу комплекте кстати крючочек подняли и вставили еще продел через отверстие для шланга чтобы дома коптить все сейчас опускаю эту корзину внутрь одной рукой неудобно делать поэтому вам этого я не покажу вот так это выглядит внутри в принципе все удобно все еще закрываю крышку включу газ ну что погнали разгоняемся на максимуме температура внутри мясо 14 градусов кстати у кого нет можете купить на там в алберсе озоне они продаются рублей 200 300 стоит на алиэкспрессе тоже на газу очень кайфово внутри уж 41 не забываем поддерживаем не больше 80 здесь и не больше 70 в самом мясе это очень важно плита просто супер сейчас сделаем чуть чуть поменьше она мне 4 киловатта и плавника разгоняемся здесь уже 45 ждем важный момент первый дымок пошел открываем выпускаем едкий дым прям хорошенечко хорошенечко все закрываем огонь ставлю на минимум чтобы не поднялась больше 80 ну все друзья смотрите здесь 80 температура на спад пошла я выключил плиту внутри мясо 70 чуть поднялось на 71 это не страшно открываю крышку выпускаем пар смотрите какая красота шикарно все оставляю на 20-30 минут я в коптилке вытащил с коптилочки прям коптилочки доволен очень на все 100 мне кажется я в нее влюбился также как в плиту смотрите аж сок течет просто песня сейчас повисеть чуток сделаем дегустацию это конечно неправильно будет но очень хочется а так в идеале положить на два-три дня чтоб все процессы прошли когда будет вообще шикарно пока повесил пусть обветривать смотрите цвет набирает просто шикарно нереально шикарно пока чайничек кипит по кричику и сделаем дегустацию ух друзья смотрите какая красота вечереет на улице уже цвет приобрел видно этому видно на камеру давайте вот так сейчас отрежем течет ну песня просто песня красота неописуемая вот будете вот так вот готовить и забудете про покупное мясо колбасу смотрите это оно еще не подлежало буквально час-полтора прошло сказка и затрат затраты минимальные зато все натуральное песня вот что такое приготовить обязательно посмотрите весь ролик до конца и напишите обязательно как вы готовите какие есть нюансы я в этом видео постараюсь рассказать о тех нюансах вот этой вкусняшки как я готовил мариновал от вас лайк подписка в группу telegram добавлять и кому кстати нужен будет скидки тоже проходите по ссылочкам все ребят до встречи подписка вставка до новых встреч вот 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 Продолжение следует...